Доброе утро! Категория до 45, 65 и 75 килограмм. А сегодня же у нас будут разыгрываться медали в двух весах. 55 и свыше 75 килограмм. Участвуют у нас только юноши. С вами второй соревновательный день. Будем смотреть мы, я, Власий Сергеев. И судья международной категории, тренер высшей категории, представляющий Узбекистан, Ибрагим Каримов. Ждем мы появления спортсменов, судьи уже на своих позициях. И мы готовы к первой схватке. Это у нас первый круг весовой категории до 55 килограмм. И у нас Ведесян из Армении в зеленом Яхтеке. И против него в синем Хусейн Рад Радхи Аль Саиди, представляющий команду Ирака. И давайте наблюдать за первой встречей второго соревновательного дня. Ну, видим, борцы у нас пока не сделали результативных действий. Может, тут будет оценка? Скорее всего. Судья совещается со своими боковыми помощниками. Вероятность того, что есть оценка здесь видна. Да, у нас центральным арбитром является Ким Эль-Хон из Кореи. Оценку Чала присуждают спортсмены из Ирака. Попытка броска с колен оценивается. Если есть касание на живот, оценивается. Это уже минимальная оценка. Это Чала. Три очка. Да, у нас минимальная оценка Чала. Далее идет Ямбош. Половина победы. И если бросок выполнен четко и спортсмен упал на спину, то это у нас оценка Холол. То есть победа. Но мы сейчас видим то, что у нас равновесие в этой схватке. Как по оценкам, так и по попыткам совершить бросок. По количеству попыток, по их качеству. Ну, примечательно то, что в Куроше по последнему движению оценка по броску дается победа. У нас последним оценку получил... Зеленым. Да, Авридисян. И таким образом он ведет в этой схватке. Сашу, там 1-0 пока ведет. Вчера команда Республики Саха-Якутия завоевала две медали. Представитель первой сборной Манков Самат стал серебряным призером. Ну, а Али Агаев из второго состава стал триумфатором весовой категории до 65 килограмм. Ну, к победителям вчерашнего дня, к победителям и призерам мы еще вернемся. Сейчас мы досматриваем эту схватку. Мы видим, что спортсмен из Армении имеет уже две оценки Чала. И тут еще одно, еще одна такая же оценка пресуждается. Предупреждение синему, значит, за пассивное ведение борьбы. Да, внимательно работает арбитр из Кореи. А все правила, кураж... Создано для того, чтобы схватка у нас проходила динамично, чтобы борцы всегда были в действии. Ну, за пассивность тут, как вы поняли, наказывают присуждением балла оппоненту. Как и во многих других видах единоборств. Здорово. И оценку Ахалол у нас получает Абведисян. И добивается, таким образом, чистой победы. Поздравляем победителя. Им у нас в итоге, пусть и непродолжительной, но напряженной борьбы, стал Абведисян из команды Армении. Ну, а Хусейно Радхи Аль Саиди желаем удачи в следующих выступлениях. И у нас по программе продолжатся схватки в этой же весовой категории. Пока же мы смотрим повторы. Вот мы видим, как Абведисян подготовил бросок и завершил. Здорово. Он нашел, ждал этот момент, ждал и не выпустил такую возможность. Ну, а я хотел бы напомнить то, что Кураж у нас, соревнования по Кураж проводятся впервые в рамках международных спортивных игр Дети Азии. Поэтому все эти юные спортсмены вписали, уже вписали свои имена в историю игр, как первых участников по этому виду спорта. Ну, а спортсмены, которые по итогам этого дня будут стоять на пьедестале подсчета, то они впишут в историю свои имена как первых чемпионов и призеров по этому виду спорта. Следующую схватку у нас будут судить... Будет судить другая бригада арбитров под руководством Куроша Хасрая, тренер, извиняюсь, судья международной категории из Ирана. Представляем вам пару этой схватки. Бибитов Арслан, Туркменистан, он в синем Яхтеке. И против него зеленым. Ефимов Артур, первый состав команды республики Саха-Якутия. Вот, Ибрагим, скажите, вы наблюдаете за соревнованиями целый день. Это уже второй день у нас начинается. По уровню спортсменов. Ведь все-таки Кураж – это молодой вид спорта, который динамично развивается. Тут многие спортсмены недавно только ознакомились с этим видом спорта. И тут выступают дзюдоисты. Как у нас вообще идет соревнование по этому виду? Соревнование идет очень динамично. И нельзя сказать, что для них это что-то новое. Потому что борьба в кимоно, одинаковые позиции. Только имеются кое-какие ограничения. Допустим, нет борьбы в партере. В партере нет. И то, что в захватах у нас свобода движения, свобода захватов. Всякие свои искусства можно показать без каких-нибудь лишних ограничений. Можно односторонне держать, можно за пояс держать. Атакующий вариант сколько хочешь, чтобы позиция была атакующая, не отталкивающая, не защита. И, как говорится, партера то, что нету, это их расковывает, их не дает тормоза для работы. Потому что они не боятся партера упасть. И стараются мастерство свое показать. Стойки не боясь уже завершенно в партере. Вот этим, наверное, больше они еще проявляют себя. Да, действительно, очень динамичный и интересный вид спорта. И мы надеемся, что кураж будет всегда в программе игр. И будет динамично развиваться. Спортсмены с каждым проведением игр будут улучшать свое мастерство. И конкуренция будет только расти. Можно отметить то, что, например, сборная команда Якутии для подготовки к этим соревнованиям провели учебно-тренировочные сборы. Например, в Узбекистане. Родноначальники этого вида спорта. Вот. Сейчас даже завершился прием. Да, вот говорили мы о сборах. И мы видим то, что... Да, результат какой. Эти сборы пошли на пользу Артуру Ефимову. Из первого состава команды Республики Сахая-Якутия. Он добивается у нас чистой победы. Поздравляем Артура и его тренера. Здесь тренерский штаб нашей команды. Чистая победа Артура. Поздравляем еще раз. И мы видим то, что действительно сборы не прошли просто так. Вчера у нас было две медали. И сегодня Артур стремится к пьедесталу почета. В тройку призеров. А вернее, в четверку. У нас два бронзовых призера. Вот мы видим... Да, упал спортсмен на мостик. Ну, с перекатом на мост. Это уже он полностью признал свое поражение. То, что он перекатился в положении. Да. Вот. Удержался бы наполовину, это было бы ямбаш. Половина победы. Но он что-то перекатился, не смог себе равновесие удержать. И таким образом это действие было оценено как холол. Есть у нас сходство, как и в техническом составляющем со дзюдо. Также есть у нас сходство в системе оценок. То есть максимальная оценка есть. Есть половина победы, есть минимальный балл. Как Япон, Вазари, Юка в дзюдо. А у нас холол, ямбош и чала. Представляем вам следующую пару. Продолжается у нас соревнование весовой категории до 55 килограмм. Оев Ферруджон. Представитель команды России. Против него Навбахоров Розови из Таджикистана. Ну а эту встречу будет обслуживать в качестве центрального арбитра. Мирзан Курбанов, представляющий Туркменистан. Заслуженный тренер под дзюдо и кураж. Судья международной категории. Первый соревновательный день мы наблюдали вместе с ним. Комментировали для вас. Но вот сейчас мы видим его... В действии. Да. Начинается схватка. Ну вот всегда начальные первые секунды схватки. Не менее интересны, чем завершающая стадия. Мы видим то, что борцы ведут... Постоянно ведут позиционную борьбу. Ищут возможности для лучшего захвата. И вот мы видим бросок. Чала. Зарабатывает Оев Фирджон. Дается команда Кураж. Схватка возобновляется. Скажите, Ибрагим, а вот у нас есть сегодня, как мы уже отметили, представители других единоборств вообще. Насколько спортсменам в таком возрасте легко приспособиться именно к Кураж? Кураж! Если он представляет другой вид единоборств. Да, если есть задатки или опыт тренировки в других видах, особенно единоборства, то это еще намного ускоряет процесс вхождения в этот вид спорта. Потому что развитие, общее развитие, силовые качества, вот это все уже здесь необходимо. И то, что занимается он с молодым Куражом или другим видом спорта, все равно это должно быть, значит, фундамент для вот стимулированного, удачного занятия этим спортом. И тем более, что можно уже на результат пойти. Потому что гибкость, ловкость, быстрота, сосредоточенность, чувство равновесия, вот это все должно быть у любого мальчика или девочки. Но если еще с раннего возраста они занимались, допустим, или вольной борьбой, или самбо, или другими вот единоборствами, или дзюдо, так же, да, это наоборот дает еще дополнительное ускорение процесса. То, что здесь в стойке особенно более необходима, значит, чувство координации движения, что они себе равновесие держали и были бы уверены в стойке своей. Так что это, наоборот, способствует, я думаю, что. Ну, возраст, про возраст вы спросили. Обычно раньше занимались дети с 12 лет, с 13, единоборствами. А сейчас я знаю точно, уже с 8 лет минимум занимаются, даже с 6 лет. Это не во вред, просто процесс учебной тренировки не надо как обострять или как на нагрузку давить. Просто это привлекать надо, да, привлекать надо по игровым побольше, больше вот упражнений ловкости, гибкости и все такое. Да, но мы наблюдаем за соревнованиями, и мы отметили то, что вот действительно неплохо себя проявляют спортсмены, которые у нас из других видов спорта, именно дзюдо. Тем временем у нас по одной оценке Чала имеют спортсмены. И у нас эту схватку ведет представитель Дальневосточного федерального округа. Он последним получил оценку Чала. И вот была попытка броска с воздействием на внутреннюю часть бедра. 40 секунд остается в этой схватке. Ямбош уверенно, да, теперь укрепил свое преимущество ОФ Ферруджон. Ну и мне кажется, есть сомнения, сейчас они разберутся, судейские коллеги, чуть-чуть. Да, вчера мы тоже несколько раз забегали вперед. Наверное, чуть-чуть не в ту сторону показали, судя. Ну, сейчас еще раз посмотрят. Убедятся в правильности решения. Ну, как мы видели, у нас иногда при возникновении каких-то сомнений, арбитры на ковре либо же собираются, совещаются, либо же используется видеоповтор. А вот наш повтор. Ну, да, сам ОФ присоединился на свою спину. Да, пытался провести бросок, но мне хватило амплитуды, силы. И плотности в захвате. Вот ОФ Ферруджон. На ваших телеэкранах с волнением ждет решение судейской коллегии. И Мирзан Курбанов созывает совет и сейчас обсуждают. А как вам кажется, Ибрагим? Нет, это явно видно, что это зеленый бросал и контролирует. Ну, бросок это зеленого. Ямбош. Ямбош зеленого. Совещание закончилось. У нас там продолжается просмотр видеоповтора. И я так же думаю, что решение арбитров за ковром и решением... Ну, хотя бы отменили неправильную сторону. И таким образом у нас по одной оценке Чала остается. И схватка продолжается. Меньше 30 секунд остается. Очень активно действуют оба борца. Постоянно работают. Такая яростная борьба за захват. Попытка задней подножки. И тут небольшое повреждение у нас получил. Вот сразу могу сказать, что психологическая уверенность, которую проявляет сейчас ОЕВ, что они были на учебном тренировочном процессе в Узбекистане и боролись с многими знаменитыми, там уже результативными, они сейчас ведут себя очень здесь, как говорится, уверенно. Намного психологически подъемом они вернулись за сборы в Узбекистане. Вот они были в Бухаре, Самарканде, Ташкенте. А там, естественно, больше по этому виду спорта, значит, профессиональных специалистов и спортсменов. Да, действительно. А как и в любом другом виде спорта, если ты тренируешься, состязаешься с лучшими, то такой спортсмен растет значительно быстрее в плане мастерства. Закончилось у нас время. И, да, ОЕВ Ферруджон, представляющий Дальневосточный федеральный округ, побеждает в этой схватке, так как последним он получил оценку Чала. Поздравляем Ферруджона. Проходит он у нас следующую стадию. И присоединяется к своим товарищам-победителям, авиадесянам из Армении, Ефимовым Артуром из команды первого состава республики Саха-Якутия. И сейчас у нас начнется состязание в весовой категории свыше 75 килограмм. Мы ждем выступления еще одного представителя команды Якутии. Сегодня у нас, как мы уже отметили, только две весовые категории. Вчера у нас разыгрывались награды по трем. Вчера очень быстро, на одном дыхании все прошло. Вид спорта действительно динамичный, зрелищный. Сегодня, к нашему сожалению, состязания пройдут еще быстрее. Но будем надеяться, что за этот промежуток времени мы увидим очень много красивых схваток и, конечно же, результативных действий, побольше красивых амплитудных бросков. Небольшая заминка перед началом. Следующие схватки. Ну и у меня такой вопрос к Ибрагиму. Много бывает моментов, когда спорная ситуация и спортсмены вынуждены ждать решения судейской коллегии. Вот, например, взрослые спортсмены, конечно, к этому лучше подготовлены в плане психологии. А как вы думаете, вот юноши в таком возрасте, как они переносят это, не сбиваются ли настрой? Вот, как тренера, скажите мне. Это, конечно, очень больно дает о себе знать, когда вдруг неправильное решение. Или же, допустим, непрофессиональная оценка судей, где-то что-то. Но еще иногда бывает, что само мнение о себе вот в этом возрасте, ну, детей или подростков уже, они иногда хотят увидеть желаемое за действительное. И только дети, даже иногда тренера тоже в этом чуть-чуть, как себя, могут не удержать, если еще малоопытные тренера. Ну, это же уровень надо подготовить. А сильный человек, сильного никогда нельзя засудить, потому что не даст повод, чтобы это сомнение было. Или же так себя поставить, чтобы вот эти моменты никогда в его сторону отрицательно не влияли бы, да? Да, ну, как говорится, все приходит с опытом. И участники наших международных спортивных игр начинают готовить себя в этом психологическом компоненте уже сейчас и на международном уровне. Вот, хороший, приятный момент. Вот, не вышел соперник, видимо. И победу вот радостно вот принял борец. Да, у нас из Казахстана Шархана Нурлухан. Поздравляем мы Шархана. Да, не вышел на эту схватку у нас Абдулслимов, Абмитнаби, который представляет команду Якутии. И Шархан у нас идет дальше. Да, если не ошибаюсь, Шарлана Нурлухан выступал у нас за Казахстан в борьбе дзидо. Ну, во всяком случае, поздравляем. Спортсмены из Казахстана. Идем дальше. Продолжается у нас второй заключительный соревновательный день по Кураж. И мы сейчас возвращаемся в весовой категории до 55 килограмм. Сейчас встретится у нас Уналов Ярлан из Казахстана. И против него Барамарван Скаф. Сирия. Каждая схватка у нас обслуживает... Ну, вернее, будет сказать, в каждой схватке обслуживающая бригада у нас меняется. Центральный арбитр меняется. Так заведено в соревнованиях по Кураж. Центральным арбитром этой встречи будет Хэнксик Бае. Представляет нам участников этой схватки Ярлан Уналов и Барамарван Скаф. Поприветствовали спортсмены друг друга. У нас многие спортсмены представляют, естественно, различные команды. И у каждой команды, у каждой страны есть свои национальные виды борьбы. Ибрагим, по вашему мнению, какой вид единоборств от борьбы больше всего похож на Кураж? Из национальных. Да, это правильно отметил, что похожи, схожи. Особенно Куражу близко по региону и по виду действия. Это значит, в Туркменистане есть также, в Среднеазиатске, в Казахстане, Киргизстане, Таджикистане. Везде у них национальный вид борьбы. Везде вот в стойке. И вот примерно многие совпадают компоненты, которые вот этот... Приемы или там поведение, или ограничения, где-то что-то очень схожи друг с другом. Только надо переквалифицироваться чуть-чуть где-то для участия на официальных соревнованиях. А так, в народных праздниках, в праздниках, в мероприятиях, которые проводятся, в стадионах, ну, неофициальных праздничных мероприятиях, это все равно они друг друга, и к единому борьбе все равно друг друга испытают и могут без подготовки выходить один за другой вид. Это не очень-то сложно. В основном система или там схожесть одинаковая, да? Только форма одежды иногда, маленькие атрибуты, вот кое-что меняется. В основном стиль похожий. Также вот мы знаем грузинская борьба, в Азербайджане есть борьба своя национальная. Даже в Монголии вот у них борьба тоже стойкая. Ну, кимоно покороче у них там просто. Также ХАПСК мы видели, очень зрелищный, динамичный, вот, интересный вид, общеразвивающая борьба тоже. Вот, мы были на соревнованиях позавчера. Многие самые схожие способствуют для вот выхода на кураж на официальное соревнование. Да, и мы с уверенностью можем сказать, что спортсмены, которые у нас вышли на состязательный аккорд без специальной подготовки куража, действительно приспособились и проявляют себя в этом виде спорта. Ну, остается у нас меньше минуты в этой схватке. Мы видим то, что у Нала Фьерлан, имея в активе оценку Чала, ведет эту схватку. Но нет у нас пока что явных каких-то предпосылок для амплитудного такого броска. Но вот тут без Яхтека остался у нас Фьерлан. И сейчас будет небольшая заминочка для того, чтобы спортсмены привели в порядок экипировку. И у Барамарван Скаф остается менее 40 секунд для того, чтобы попытаться выровнять положение. Ну, как мы заметили, кураж – это очень такой динамичный вид спорта. И система оценок позволяет надеяться на успех в такой ситуации даже, когда у тебя остается буквально 10 секунд. Так что можно сказать, что наличие 30 секунд – это достаточное время, вполне достаточное. Ну, например, если сейчас Барамарван Скаф выполнит бросок, который оценит на Ямбош, для этого пару секунд надо, то он вырвет победу. Есть у нас действие. Да, и Бае Хэнг Сыг созывает своих коллег. Обсуждение длилось недолго. Ну, факт налицо, только подтвердили друг друга. Ямбош оценку такую у нас получает Ерлан Уналов. Его преимущество становится очень явным. Вот тут у нас может пойти бросок. Готовят спортсмены. Заканчивается время. Да, несмотря на все старания Барамарван Скаф, победителем в этой схватке выходит Ерлан Уналов. Ну, достойно боролся бороться в зеленом актаке. Представитель Сирии, да, это было? Сирии, да. Да, хорошую конкуренцию здесь оказал. Да, может быть, не хватило ему времени. Но тут, конечно, это тоже так же дело опыта. Вот мы видим спортсмены, приветствуют друг друга. Конечно же, как в любом другом виде спорта. Очень важно уважение к оппоненту, уважение к традициям самого вида спорта. Да, может быть, не почувствовал он, что время заканчивается. Но все, приходит действительно с опытом. Вот видим попытка подсечки в исполнении Ерлана Уналова. Ну, тут, кажется, да, сам сразу все понял. Барамарван Скаф. И мы вот отчетливо видели, какие эмоции переполняли его в этот момент. Ну и сейчас будет схватка также весовой категории до 55 килограмм. Капа. Появляется судейская бригада. Да, представляет нам состав судейской коллеги, которая будет обслуживать данную встречу. Мы видим то, что есть, есть у нас зрители, конечно же, кураж вызывает интересы со стороны спортсменов и не только спортсменов, но и любителей спорта. Да, у нас в синем яхтеке будет Батараху из Монголии и против него в зеленом яхтеке представитель Армении в Одессе. Начинается у нас схватка. Центральным арбитром этой встречи является Сивара Декхонова из Узбекистана. И мы видим то, что она внимательно наблюдает за ходом этой встречи. Конечно же, без оценки остается это действие. Да, это после команды Тухта бросок был проведен. Это не оценивается. Попытка подсечки. Подсказывает своим подопечным представителям тренерского штаба. Да, и я хочу отметить для тех, кто для тех телезрителей, которые еще не поняли систему оценок. у нас Чала присуждается. Ну, давайте сначала посмотрим этот эпизод и Ямбош. Ямбош оценку у нас заработал за это действие представитель Армении Аведесян. И Батаракху из Монголии нужно уже приступать к более активным действиям. Но тут мы видим то, что Аведесян у нас заработала вторую оценку Ямбош, что означает прямую победу. Да, вот как раз я начал говорить о системе оценок. Кураж Чала присуждается в случае предупреждений либо же падений после броска спортсмен приземляется на колени, на ягодицы. В случае четко выполненного броска, после которого ваш оппонент падает на бок. Это уже у нас оценка Ямбош. И если приземляется спортсмен на всю спину, то это уже прямая победа холол. Ну и конечно же важно, чтобы спортсмен не только упал на эти определенные части тела, но чтобы бросок был выполнен четко и с определенной силой и амплитудой. Поздравляем еще раз Авадесяна из Армении. Очень красивая победа двумя оценками Ямбош. Продолжается у нас схватки весовой категории до 55 килограмм. Вот мы видим какой динамичный момент был. Сейчас мы ждем представителя Сибирского федерального округа. Вот он он, в синем Яхтеке Дондоков Баир. И по всей видимости против него выйдет Артур Ефимов, представитель команды первого состава сборной Якутии. Что ж, будет очень интересная схватка. С нетерпением ждем начало. Представляет нам участников. Артур Ефимов Якутия и Баир Дондоков. Сибирский федеральный округ Россия. Сразу же пошли спортсмены в активную разведку. Мы видим, они сейчас в средней стойке работают и будут искать, выдергивать друг друга из-за равновесия. Вот видим, активно начинают. А вот Ибрагим, скажите, насколько влияет на ход схватки разница спортсменов в росте, именно в кураж. По-разному бывает. Например, бывает, что очень высокий спортсмен имеет преимущество по сравнению с меньшим по росту. Или же наоборот, я думаю, кто как приспособился и кто уверен в своих действиях. Продолжение следует...